Археологи извлекли древний скелет осла из фундамента дома в древнем городе Телес Софьер или Геф в современном Израиле. Люди сначала использовали осла для верховой езды, а потом убили, чтобы замуровать фундамент нового строения в качестве жертвы богам для обеспечения надежности жилища и благополучия его обитателей. Степень износа зубной эмали указывает на использование удил, хоть и не в такой степени, как в других более взрослых экземплярах. Замурованному ослику было всего от 4 до 5 лет, при средней продолжительности жизни 25-35 лет, что и объясняет более слабый износ зубов от удил. А новые датировки, полученные при помощи радиоуглеродного анализа, дают повод считать, что это самые ранние доказательства использования осла в качестве вьючного животного на Ближнем Востоке. Это почти за тысячу лет до появления в регионе лошадей, по известным данным. Ранее учёные предполагали, что использование ослов на Ближнем Востоке было следствием аналогии использования лошадей. По новым данным, получается, что изначально люди запрягали ослов для транспортировки товаров и людей по всему Ближнему Востоку, а уж после появления лошадей предпочли использовать их. Стоит отметить, что верблюдов для этих целей начали использовать чуть позже, около четырёх тысяч лет назад, как и лошадей. Так же как при одомашнивании растений и животных использование ослов значительно облегчило труд людей в тот период, что повлияло на экономическую, социальную и политическую ситуацию в древнем обществе. Животные и по сей день используются во многих странах, где они являются надёжными помощниками людей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова